Во второй половине XIX века Севастополь возрождался после Крымской войны. По всему городу шло активное восстановление и строительство храмов. Население корабельной стороны города увеличивалось. В этом районе православного храма не было, и его отсутствие ощущалось остро. Началось массовое развитие сектантского движения. Тогда Таврический епархиальный миссионерский съезд духовенства принимает решение в кратчайшие сроки построить храм на южной стороне бухты, вблизи железнодорожного вокзала. Храм школы во имя святителя Феодосия Черниговского была заложена 11 ноября 1901 года. Я бы хотел поздравить всех православных христиан с юбилейной датой. В этом году мы празднуем 120-летие со дня обретения и перенесения прославления мощей святителя Феодосия Черниговского. Этот дивный угодник Божий жил в XVII веке. Будучи архипастырем, он возглавлял Черниговскую кафедру и очень многое сделал для Церкви Христовой. Также известно о том, что он сделал и многое для государства российского. Он объединил земли южные и северные. И вместе с объединением Церкви объединилась и территория России. Храм был не только пристанищем для прихожан. Здесь была женская церковно-приходская школа и шестиклассная техническая железнодорожная школа грамотности. В июне 1913 года в привокзальном храме была заложена колокольня во имя 300-летия дома Романовых. А в декабре этого же года Феодосиевская церковь получает в дар 20-пудовый крест, который был вывезен французами из Севастополя во время Крымской войны. После Октябрьской революции храм был закрыт, из него сделали клуб железнодорожников. А после Великой Отечественной войны храм был переоборудован под канализационную насосную станцию. Подаренный крест переплавили на рельсы, а все церковные предметы изъяли. Спустя почти 60 лет храм Феодосия Черниговского получает вторую жизнь. В феврале 2004 года севастопольские водолазы нашли донную мину времен Великой Отечественной войны. Она поставила под угрозу сотни жизней жителей Красной Горки. Именно тогда был организован комитет по возрождению оплота веры, правда, в виде часовни. А первый камень в ее фундамент занял свое место 10 июля 2004 года. Известно, что наш император сам мученик. Очень почитал святителя Феодосия. И есть такие предположения у краеведов, что, возможно, наш русский император и его семья бывали в этом храме. Потому что в Южной бухте стояла яхта штандарт, на которой царская семья, прибыв в Севастополь, перемещалась на южный берег Крыма в Ливазийский дворец на отдых. Сейчас храм продолжают реставрировать и возрождать. Церковь святителя Феодосия Черниговского стала предметом для исследования юных севастопольских краеведов. Ученики Севастопольского центра туризма подготовили поисково-исследовательскую работу об этом храме. По словам педагога Ларисы Федоровны Громовой, подрастающее поколение должно знать историю святынь своего города, и ни одна из них не должна кануть в лету.